Рассмотрим технологию работы кассира в системе. Входим в систему под именем нашего первого кассира Ереминой МН. Во-первых, убеждаемся, что дата операционного дня в левом нижнем углу соответствует действительности. Если дата неверная, изменяем ее при наличии полномочий у нашего кассира. Если таких полномочий нет и ответственный за изменение даты операционного дня не может выполнить настоящий момент это действие, кассир может установить временную дату на своем рабочем месте, которая отображается справа от даты операционного дня. Через кнопку «Пачка» поле «Текущая дата», как это было подробно описано в видеоклипе номер 4. И продолжать работать. Затем кассир должен зайти в курсы ЦБ валют через меню справки «Курсы валют» и убедиться в том, что курсы ЦБ валют заведены правильно на этот день. Если курсов нет, завести их при наличии полномочий, как это было продемонстрировано в клипе номер 4. Следующий шаг – создание реестра с курсами покупки-продажи наличной валюты. Заходим в меню «Основные режимы» – «Реестры наличной валюты курсы». Создаем новый реестр. Поле «Дата» оставляем без изменения. Двигаемся вперед по клавише «Энтер». Поле «Номер» заполняется автоматически. В поле «Время» выводится текущее время, которое можно корректировать. Это время, с которого начинает действовать данный реестр. Поле «Счетчик операции» оставляем без изменения. В поле «Тип» оставляем значение «Розница». Самый первый реестр должен иметь тип «Розница». Последующие могут иметь тип «Опт». Проходим поле курса ЦБ для доллара США. Оно не редактируется. Первоначально в полях курсов покупки и продажи валют стоят курсы ЦБ. Их необходимо изменить, установив значения, полученные от менеджера. Например, курс покупки доллара США – 31.70. Курс продажи – 32.10. Если доп.офис ведет конверсионные операции, в поле «Курс ПОК за 978» укажите требуемый курс покупки одного доллара США за 1 евро. Переходим к параметрам евро. Выполняем аналогичные действия. Если бы число валют в системе было больше, то в форме создания реестров автоматически появились бы дополнительные группы полей, относящиеся к этим валютам. А в каждой группе появились бы дополнительные поля кросс-курсов между этими валютами. Сохраняем реестр. Теперь кассир готов к проведению различных операций. Рассмотрим еще раз операцию подкрепления, несмотря на то, что мы коснулись ее в клипе номер 4. Переходим в таблицу «Сложные документы», если она открыта в системе. Если нет, открываем ее через меню «Основные режимы», «Операции», «Сложные документы». Через элемент всплывающего в меню «Создать» или клавиши F1 выбираем операцию «Подкрепление», «Приход». В поле «Время» оставляем текущее время или корректируем его. В поле «Номер» ставим, к примеру, двойку. Это поле используется при печати приходного ордера, как номер документа. Поле «Пояснение» не используется при печати приходного ордера и предназначено для удобства внутреннего учета. Вводим суммы подкрепления. Например, по рублям 300 тысяч, по долларам США 50 тысяч и по евро 20 тысяч. Отрабатываем форму. Получаем готовый документ по произведенному подкреплению. Каждая операция или так называемый «сложный документ» может состоять из определенного количества проводок. Отсюда и название «сложный», которое подразумевает не сложность работы с ним и не сложность каких-либо понятий, а его составную сущность, то есть включение в себя более простых частей. Можно просмотреть эти проводки через элемент всплывающего меню проводки или сочетанием клавиш Ctrl-Enter. Заметим, что наши суммы подкрепления проходят по дебету внутренних счетов кассы и по кредиту внутренних технических счетов. Каждой совершенной операции или сложному документу присущи свои печатные формы или документы. С помощью всплывающего меню активируем печать и видим, что операцией подкрепления в качестве печатной формы выступает приходный ордер. Сформированные приходные ордера можно распечатать. Для проверки заходим в меню «Основные режимы» «Остатки по кассам» и, введя правильную дату, убеждаемся, что остатки по кассе 1001 нашего кассира Ереминой соответствуют проведенной операции. Рассмотрим теперь операцию «Инкассации», которая является по своему смыслу обратной операцией подкрепления. Переходим в таблицу «Сложные документы», если она открыта в системе. Если нет, открываем ее через меню «Основные режимы операции» «Сложные документы». Через элемент всплывающего в меню «Создать» или клавишу F1 выбираем операцию «Инкассация» «Расход». В поле «Время» оставляем текущее время или корректируем его. В поле «Номер» ставим, к примеру, тройку. Это поле используется при печати расходного ордера как номер документа. Поле «Пояснение» не используется при печати расходного ордера и предназначено для удобства внутреннего учета. Вводим сумму инкассации, например, по рублям 300 тысяч, по долларам США 50 тысяч, и по евро 20 тысяч. Отрабатываем форму. Просмотрим проводки через элемент всплывающего меню «Проводки». Заметим, что наши суммы инкассации проходят теперь по дебету внутренних технических счетов и по кредиту внутренних счетов кассы. С помощью всплывающего меню активируем «Печать» и видим, что операцией «Инкассация» в качестве печатной формы выступает расходный ордер. Сформированные расходные ордера можно распечатать. Для проверки заходим в меню «Основные режимы», «Остатки по кассам» и, введя правильную дату, убеждаемся, что остатки по кассе 10.01 нашего кассира Ереминой соответствуют проведенной операции. Продолжение следует...